Инструмент трансформации зря так вот разбили по группам, потому что все они относятся к одной тематике. Это различные, скажем так, способы воздействия на объекты или на их группы. Если у кого-то есть микрофончик, можно будет обязательно задавать вопросы через микрофон. Единственное, по умолчанию держите его выключено, чтобы у нас не было дублирования звука и такой звуковой какофонии, потому что если сейчас все включат микрофон, это будет здесь нечто такое. Итак, все, экранчик видно, это хорошо, и давайте уже приступим. Значит, я быстренько организую необходимый образ. В этот раз, как я сказал, я уже напишу, что у меня буковка B, потому что буковка у меня уже была. Будем импровизировать. У меня есть буковка B, я ее переведу в кривые сразу, чтобы можно было с ней работать полноценно. В первую очередь, инструменты, мы должны понимать, что инструменты предназначены для работы не с одиноким объектом, а с целой группой. Поэтому то, что я сейчас покажу, например, на примере одного из объектов, не обязательно это применять именно к одному. Я хочу буковки создать некий объем, приставляю дополнительно прямоугольничек, сделаю его чуть-чуть темнее с помощью HSB. И произведу трансформацию. Трансформация производится с помощью инструментария. И первое, например, это скос, смещение. Все инструменты трансформации, когда они как инструменты, обязательно требуется указать, где находится центр трансформации. То есть у меня есть такое голубенькое перекрестие, которое должен поменять положение. Причем в некоторых инструментах его надо двигать, а в некоторых просто кликнуть в новом месте. Вот этот инструмент, как скос, нужно просто кликнуть в новом месте трансформации. После чего я беру одну из точек и смещаю так, как это мне необходимо. То есть я могу скосить ее в одну сторону, в другую или как-то по-своему. Я сделаю скос чуть-чуть вверх, чтобы придать объему данной буковке. Но, как я уже говорил, в единичном экземпляре это удобно создавать с помощью белой стрелки. Но, допустим, в единичном экземпляре показать скос для эллипса, я бы сказал, это тоже будет затруднительно. Поэтому, если бы я использовал эллипс, то, взяв скос, у меня получился более интересный результат при смещении данного. Чтобы получить вот этот некий эффект, скажем так, наклона. Остальное я сейчас быстренько воссоздам с помощью инструмента. Прямоугольник и белых стрелочек, чтобы получить наиболее быстрый результат. Белой стрелочкой можно аккуратненько сделать способ. Так вот, возьму по-светлее что-нибудь. Так, у меня будет буковка B. Экологичное можно создать для объема здесь. Спокойно, с помощью пера я немного... Добиться результата. Конечно, без претензий на суперточное отображение перспективы. Аналогичное нам понадобится здесь. Учитывая объемы, которые я указал, давайте просто сделаю копию. Итак, я сделаю группу. Даже не группу, я сначала избавлюсь от лишних элементов, присутствующих позади. Поэтому я сделаю команду 3, обрезка. На русскоязычной версии, по крайней мере, так, как назвали. Выделю, все сгруппирую. И если я хочу добавить немножечко, скажем так, живости этой буковки, я попробую использовать инструмент PuppetWarp. PuppetWarp позволяет нам исказить объект по точкам. Изначально в PuppetWarp присутствует сеточка. Я ее отключаю, чтобы мне было более наглядно, что происходит здесь. Удаляю лишние точки, потому что PuppetWarp представляет их самостоятельно, как считает необходимым. Расставлю точки, какие мне были бы необходимы в нужных местах. Может быть, где-то я зафиксирую конкретику. И что теперь это позволяет мне сделать? Если я возьму заточечку и начну ее двигать, я вижу, как точечка сдвигает буквально наш объект и делает его с эффектом резиновости. То есть я могу взять точку, сдвинуть в нужное место, чуть-чуть, может быть, даже подкрутить, чтобы добиться какого-нибудь эффекта. Можно здесь сдвинуть, чуть-чуть, приподнять. В итоге у меня получаются такие плавные деформации, которые либо вы отрисовываете пером, либо можно достигнуть вот таким образом и добавить некой динамики в образ, который вы создаете. Причем не обязательно на буковке, это просто ее было бы создать быстрее и проще при вас. А ведь если вы хотите нарисовать шарфик, чтобы он развивался в нужном положении, пожалуйста, вы нарисовали персонаж, и нужно повернуть, наклонить ему голову элементарно, задать эмоции. Соответственно, вы можете поставить персонаж в позу по-другому немножечко, если вам не понравилось, элементарно с помощью вот этих точек, которые вы расставляете. Если какая-то точка была поставлена просто лишней, всегда можно использовать клавишу Delete, выбрав эту точечку. То есть я выбираю точку, нажимаю Delete, и говорю, никак не хочу влиять с помощью данной фигуры, данной точки. В итоге у меня получается уже готовая фигурка, с которой можно дальше уже как-то работать, взаимодействовать, изменять и прочее. Если я хочу получить, допустим, небольшую тенюшечку от этой буковки, я сделаю ее копию. Можно попытаться объединить это все воедино. Но я вижу небольшие расхождения. В принципе, это все решаемо. Так, с этим еще лосо я скажу, что хочу это все объединить в одно целое. Вот так вот у меня все соединилось. И сложу это в одно целое, как есть. Вот у меня буковка. Конечно, как я уже говорил, неизбежно появление различных дефектов, но с ними тоже легко справиться, если воспользоваться с помощью лосо и клавиши Delete. Там, по крайней мере, всякие лишние и ненужные элементики. Можем свободно убрать. Ну, тут еще подровняем. У меня есть образ. Ну, тут дефект, видимо, где-то контур разорвался сейчас. Можно ли? Вот это надо разъединить, смотреть не буду сейчас. Ставлю более темненькое отображение. И мне нужно поставить эту буковку, а точнее ее тень, под неким наклоном. Так вот, как зачастую в фотошопе нужно бросить тень от объекта. Также здесь, с помощью инструмента трансформации, можно произвести данное действие. Когда мы берем инструмент трансформации, у нас появляются, скажем так, различные способы трансформации. Один из них это трансформация в 3D100, свободная деформация. Она у нас предусматривает изменения по точкам, где я возьму, сделаю сдвиги, говорю, у меня буковка должна неким образом упасть. Вот она падает на плоскость. Вот она получилась. Получился результат. После чего сделаю небольшую растушевочку. Как уже говорил, эффект растушевки можно получить двумя способами. Это способ blur размытия, но это фотошоп эффект. И второй способ, это способ растушевки из иллюстратора эффекта. Steelize, Feather, растушевка. Применяю растушевку. Окей. Меняю режим наложения обязательно. Ну, буквально по привычке. Multiply и, возможно, небольшой прозрачность, чтобы показать это не настолько сильную растушевку. Вот. У меня получилась буковка B с легкой тенюшечкой. И с помощью, конечно же, инструментов трансформации. Так как у нас есть еще инструменты, им тоже стоит уделить внимание. И я попробую сделать вот что. Попробую нарисовать некий спидометр. Спидометр это у нас окружность, которая позволяет достигнуть необходимый результат. Единственное, что мне придется в окружности часть убрать, например, снизу. Я воспользуюсь прямоугольничком и командой вычитания, которая позволит лишнее убрать. То есть выделяю и на панели TaskFinder вычесть. Да, вот у меня получилась такая окружность. Окружность будет у меня цветом. Пусть будет заливочка черненькая, черный фон. И будет обводка. Обводку. Сразу говорю, что некоторые вещи я заранее подготовил. И не буду уделять сейчас внимания, как создавать такие элементы. То есть у меня есть градиентики. Я хочу на обводку применить градиент. Он у меня будет присутствовать. Градиентов я сразу подготовил несколько. И сделаю пока вот такой градиентик по толщине. Увеличу немножечко в размере, чтобы увидеть, что я применил. Увеличу в размере. У меня получается вот такая аккуратненькая окантовочка с плавными переходами. В общем-то то, что я и планировал. Чтобы задать небольшую плоскость в нижней части, мне придется дорисовать фигуру. Учитывая то, что сейчас вот эти формы я вижу за счет буквально обводки, я не хочу переводить ее в объекты. То мне нужно будет создать фигуру буквально попав, ну плюс-минус точно, вот в эти угловые элементы самой обводки. Тут умные мне направляющие просто не помогут физически. И действуем, как говорится, на глаз. Итак, кликаю в одном месте, в другом. Третье, четвертое. И в точку начинку. Завершаем. Естественно, обводка мне здесь не нужна. Мне нужен будет просто обыкновенный черно-белый градиентик. Так, у меня такой в самом начале не был. Вот он черно-белый градиентик. Он у меня линейный. Путь будет линейный. Проведу только его. Поменяю режим наложения, чтобы получить должный результат. Меняю режим наложения, например, Multiply и чуть-чуть понижен компасити. У меня получается некая плоскость, которая будет отличаться от всего происходящего. Вот дальше самое основное, то, что я хотел бы добавить. Конечно, при желании и если хочется добиться точности, я бы, может, даже рекомендовал заранее такое сделать. Потому что сейчас я буду уже ориентироваться на остатки окружности. Дело в том, что в остатках окружности присутствуют в любом случае точки в нужном мне месте. Это горизонтальное место и вертикальное. Дело в том, что мне нужно четко знать центр окружности. А сейчас, так как я половинку ее, частичку отрубил, в коем центре будет найти гораздо сложнее. Потому что, если вы знаете, вот взяв фрагмент окружности, который у меня остался сейчас, центр этого габаритного контейнера немножечко отличается от центра непосредственно самой окружности. И это очень важно, потому что мне нужно будет производить все относительно именно этого центра. Ирина, здесь сейчас у нас с вами режим семинара некого, да? Поэтому нужно не повторять, просто понять, какие инструменты есть, что они делают. А это потом вам запись будет предоставлена бесплатно на любое время просмотра, сколько вам захочется. И вы можете спокойно посмотреть с паузами, как говорится. И, в общем-то, восполнить то, что вот здесь не посмотрели. Русское меню. Я показываю все, естественно, на английской версии. На русской, на курсах мы обязательно общаемся о том, как это звучит по-русски, как это переводится по-русски. И там не всегда все правильно переводится. Поэтому, знаете, как иногда русскоязычный перевод может влиять на психику, как я это говорю. И очень рекомендую все-таки, если есть возможность, переходить на английское. То, что не совсем понятно многое, понятно дело, что какие-то вещи... У нас сегодня тема посвящена инструментам трансформации. И некоторые вещи я просто о них физически проговорить просто не могу. Иначе у нас даже времени не хватит. Потому что у меня скоро начинаются уже занятия непосредственно. И, конечно, это не видео занятия, где мы объясняем и рассказываем про все. Потому что градиенты это совершенно отдельная тематика. Итак, я выставлю специальный направляющий, чтобы можно было ориентироваться по ним более точно с точки зрения расположения центра трансформации. Центра трансформации. Вот он. Я бы хотел задать свидометру, конечно же, метки. Метки, где у нас будут цифры. Ну, цифры оставлять уж не буду, но метки мне в любом случае понадобятся. Буду использовать инструмент прямоугольника, которому задам конкретно прямоугольник. Буду использовать заливку. Как один из вариантов можно использовать заливку. Так, тут единственное, что я, наверное, выровняю поточнее. Вот так вот. Прямоугольничек. И заливку я хочу использовать градиентно. Но, опять же, учитывая то, что сейчас такие современные технологии, то, что представляет Adobe, я сделаю градиент третьего типа, который появился буквально совсем недавно. Это градиент Free Gradient, которому можно задать, возможно, даже более интересное визуальное отображение происходящему. То есть я расставлю точки в нужных местах и задам им цветовые решения. Например, синенький, здесь может быть голубенький, а здесь у меня будет, например, беленький. И добавлю еще дополнительных переходов. Два таких вот точки, которые тоже будут с эффектом синего. Конечно, что-то играться можно долго и много, но я сейчас не буду обыгрывать. Главное, у меня есть переход. Переход цвета чуть-чуть глубинкого. Добавляем вот так. И вот такой вот у меня градиентик получается. Чуть-чуть. Данная насечка у меня присутствовала в одну и в другую сторону. И вот тут как раз мне понадобится инструмент вращения. Наталья, я сейчас показываю возможность иллюстратора. Понятное дело, что можно перейти к лаконичности и отобразить все сплошными цветами, без градиентов, как угодно. То есть наша задача сейчас не абсолютно лаконичный дизайн. Я показываю, что есть в возможностях. Сейчас я воспользуюсь инструментом вращения, который позволит мне сдвинуть данную метку на нужное количество в нужном количестве. Для этого мне понадобится, первое, нужно обязательно указать точку трансформации. Но нужно показать точку трансформации. Я не сдвигаю точку, а я должен кликнуть в новом месте, которое я считаю точкой. Если вы просто кликаете, то вам инструмент говорит, можете двигать. Да, я могу двигать и ставить нужное место. Даже Alt держать можно. Но это не то, что я хотел бы. Я хотел бы это сделать более точно. Тогда я удерживаю Alt. Я вижу, что у меня возле перекрестия троеточие. И кликаю в этот центр окружности. Мне нужно дальше указать, насколько я хочу произвести сдвиг. Тут все зависит от того, сколько шкал вам потребуется, насколько вы хотите и тому подобные вещи. Допустим, я хочу, чтобы у меня было деление где-то на 180 градусов до 8 делений. Тогда это будет выглядеть вот каким образом. Я не буду считать вручную все. Я просто напишу 180 деленное на 8 частей. Таким образом, мне иллюстратор пересчитает и скажет, что сдвиг получается на 22,5. 22,5 я запомню. Это будет ключевое, потому что мне придется поработать с этим несколько раз. Нажимаю копия и повторю операцию Ctrl-D, чтобы у меня получился такой неполный объем. Как в CorelD, сразу задать количество. Он бы размножил сразу черточки. Черточки размножил. Здесь есть, конечно, указать количество. Это бленда называется, но они немножечко по-другому делаются. Конечно, есть у Corel и свои, может быть, какие-то преимущества. Но это все дело такое, кому как удобнее работать. Сделаю копию еще раз в другую сторону. Мне столько же нужно буквально, поэтому также инструментом вращения воспользуюсь. Тоже Alt-клик. Я сразу говорю, почему я начал именно с центра. Потому что с него удобнее считать, сколько мне нужно в одну и в другую сторону. Потому что я здесь ставлю минус 22,5, нажимаю копию и повторяю Ctrl-D. Вот оно. Мне не нужен был полный оборот, поэтому, чтобы лишнего не создавать, а потом удалять, я воспользовался именно от центра в одну и в другую сторону. Следующее. Мне нужны такие же, например, элементы, только немножечко, скажем так, покороче. И сдвинутые вправо или влево. То есть они должны быть между вот этими длинными. Я воспользуюсь тем, что у меня есть. Сделаю копию пока. Уменьшу размерчики, конечно же. Поставлю на место. И сначала сделаю сдвиг. Сначала сделаю сдвиг. То есть удерживая инструмент вращения, мне снова понадобится. То есть удерживая Alt-кликаю. И скажу, что мне нужно минус 22,5 поделить на 2. И нажимаю ОК. У меня получается сдвиг ровно между. Снова Alt-клик. И теперь буду производить копии в одну и в другую сторону. Только как обычно с значением 22,5. Чтобы мне не писать вручную, я пишу умножить на 2. Снова нажимаю копия. У меня получается копия раз, два, три, четыре. Есть. И снова выбрав прямоугольничек нужный. Alt-клик. И теперь плюсовые значения. Копия. Повторяю операции. Ctrl-D. Вот у меня получается такой расход отображения. Дальнейшее, конечно, можно добавить эффекты, визуал какой-то. Но давайте я вкратце сейчас добавлю быстренько. Например, здесь будет у меня некая окружность. Она будет у меня тоже черненькая. Можно добавить. Поточнее. Она будет у меня черненькая. Я добавлю ей, может быть, даже какой-нибудь градиентик заливочный. Пусть будет радиальный градиентик. Очень большой. Можно сделать поскромнее. Давайте поскромнее сделаем. Как понял, я дочек. Вот он. Добавлю эффекта. Эффект, например, свечения. Стараюсь. Outer glow. Так. У меня заливка не прокатила. Заливка. А, тут градиентный заливочек. У меня с полупрозрачности. Я ее сейчас отключу. Эту полупрозрачность. Будет 100. Вот. У меня используется эффект Outer glow. Ну, тут уже вопрос, насколько он нужен, какого размера. Вот, еще побольше. Создаем прямоугольник. И вот сейчас мне у прямоугольника нужно сделать так, чтобы, например, точки верхние две сходились в одном месте. Прямоугольник будет абсолютно черный. Без заливочек. И вот здесь можно, конечно, белой стрелочкой на глаз подвинуть. А можно воспользоваться инструментом тоже. Трансформацией. У которого один из вариантов это перспектив дисторта. Трансформация в перспективе. Сдвигая одну точку, у меня все это сводится воедино. Да? И все же сошлось. Можно добавить эффект такого. Будет такое. Легкого свечения. Эффект. И добавлю стрелочку. Стрелочку, опять же, я сделаю с помощью обыкновенной линии и возможностей самого иллюстратора. У меня будет градиент на обводке. Градиент на обводке. Вот он. По толщине. Указываю толщину обводки. Вот она. Ну, а чтобы это так грубо не смотрелось, с помощью инструмента, который называется WESTOOL или в русскоязычной версии толщина, например, верхнюю точку обводки, я сведу к минимуму. Ну, не совсем к минимуму, давайте поменьше. Чтобы у меня получилось сужение такое. С помощью обводки это можно было сделать очень удобно. Итак. После чего помещаю под другим слоем, как говорится, перемещаю на поверхности. И с помощью инструмента вращения поменяю место положения. Например, путь будет вот так. Спасибо. Получается такая форма. Лишнее удалю. Сгруппирую все. Сделаю копии и поменьше. Например, пусть будет у меня чуть-чуть поменьше. И помимо того, что я умею делать копии, можно сделать копию с помощью, например, того же самого рефлект. Зеркальном отображении. То есть у меня есть группа объектов и команда reflect tool. Reflect tool. Мне опять же нужно указать точку зеркальности. Указываю точку зеркальности. И удерживая alt, я могу перевернуть. Если держать shift, тогда я переворачиваю под конкретным углом. То есть вот у меня зеркальность. Я говорю на эту сторону. Отпускаю shift. Пускаю, вернее, alt. Мышь alt, shift. И у меня получается копия на другую сторону. В итоге вот такая вот формочка. Но дальше дело мысли. Дело, как говорится, дизайна. По инструментам есть еще инструмент. Но, на мой взгляд, он один из самых очень достаточно странных инструментов. Назначен для искажения в первую очередь. Вот у него есть одна особенность, которая может сбивать с толку. Сейчас покажу примерчик. Знаете, я возьму букву B. Я хочу ее немножечко изменить. Если взять инструмент reshape tool, это инструмент, который искажает форму, изменяет форму, он просто ставит точку и больше особо ничего не захочет делать. Вот, к сожалению. Этот инструмент обязан выполнять действия, когда изначально выбраны точки. То есть, если у меня сейчас есть активная точка какая-либо, то вот так, так отменю. Вот у меня активная точка. Тогда инструмент reshape tool позволяет не просто поставить точку, но еще и позволяет сдвинуть линию, чтобы она поменяла форму. Иначе она будет, если точка не выделена, видите, у меня все точки выделены, естественно, тогда этот инструмент либо дополняет точку, и после двигает всех вместе, к сожалению. То есть, нужно всегда ориентироваться, что выбрана конкретная точка и конкретное действие. В данном случае, как альтернатива, я бы больше предложил использовать инструмент перо. У инструмента перо есть белая стрелочка. Вы можете пользоваться то же самое перо с плюсиком, перо с минусом, который позволяет добавлять, убирать точки, то есть и взаимодействовать с контуром наиболее активно. То есть, получается, из всех инструментов у нас есть, конечно, замечательные инструменты трансформации, инструменты зеркального отображения, вращения. Но как самые важные, самые нужные, я бы выделил, наверное, вот эту группу, где у нас есть вращение, трансформация и puppet warp. Остальное можно произвести и другие способы, но как при работе с группой, конечно, они могут пригодиться и в какой-то момент вас выручить. Есть ли вопросы какие-то по данной тематике инструментов? Конечно же. Все понятно. А в PS6 есть? В PS6 нету инструмента трансформации. Вернее, он там есть, но нет такие настройки у него. Вот этой панельки, по-моему, в PS6 отсутствуют. Ну да, по-моему, тоже. Там только габаритные вот эти управляющие, но можно попробовать взаимодействовать с ними, зажимая control или shift, чтобы можно было вот как здесь производить. То есть вот это я взял инструментик, удерживая тот же самый, взял за параметр, удерживая control, у меня получается эффект destroy. То есть попробуйте так. Честно говоря, точно уже и не помню, как там в PS6 с этим происходило. Так, есть ли еще вопросы? Ок, olarak, доступ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...